Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Программа «Покупай Вятская». Насколько она была эффективна или нет, информации у нас на самом деле нет, но там были сделаны несколько шагов. Это брендирование именно местной продукции на полках ритейлеров как местных, так и федеральных. Особым знаком это выпуск финансового механизма социальных продовольственных карт, и были заложены определенные средства в бюджете для того, чтобы малообеспеченным группам населения можно было приобретать продукты местных производителей с помощью этой карты. Вот вашу оценку хотел бы услышать, насколько действительно эта программа, она сработала, и есть ли необходимость в ее возрождении, может быть, с другими несколькими механизмами, либо нужно принимать какие-то другие шаги. И, в частности, в июне 2017 года, я посмотрел, президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть целесообразность запрета федеральным сетям открывать новые магазины в регионах, где их совокупная доля уже превышает 50%. Даже было дано поручение правительству, но я так понимаю, что ничем, ну, в плане законодательном или подзаконных актов это не закончилось, и вот это ограничение, оно, там, доля 50% и более федеральных сетей, она на сегодняшний день не исполняется, не соблюдается, ну, нет закона, нет исполнения, соответственно. Ну, то есть, как программа «Покупай Вятская»? Ваша оценка, Илья? Прекрасная программа, наверное, была, да, к сожалению, сейчас ее нет. Как Вы правильно сказали, каких-то цифр у нас нет, поэтому тут оценку можно сказать только такую, скажем, метичную. Нет, но собственная оценка с точки зрения продаж. Собственная оценка с точки зрения продаж, давайте я немножко к статистике перейду, то есть, мы тут делали, скажем так, определенное исследование для собственных потребностей, то есть, мы брали 2011 год, брали, значит, 2018 год и смотрели уровни потребления нашей продукции, да, в разрезе город Киров. Кировская область, да, и какая происходит ситуация сейчас, да, то есть, если в 2011 году мы видим примерно, там, потребление нашей продукции в среднем по области, город, районы, да, одинаковое, да, то в 2018 году мы видим следующую ситуацию, да, с приходом сюда, федеральных сетей, именно в город Киров активного проникновения, соответственно, с ограничением доступа к нашей продукции. Я подчеркну, именно ограничение доступа к нашей продукции, наших же потребителей, мы видели следующую статистику, что уровень потребления нашей продукции в районах Кировской области, с учетом того, что еще есть естественная миграция в город Киров, да, он, по факту, может быть, снизился, там, на 5%. Я это веду только к тому, что произошла естественная миграция. В городе Кирове он сократился в 3 раза. Мы понимаем, что люди живут примерно одинаковые, да, что в районах... Кирова приросло за этот период. Население Кирова приросло за этот период, мы понимаем, да, то есть что произошло? Искусственно нам создали, значит, барьер, федеральные сети в том числе, они сначала сокращали наш ассортимент, то есть когда они сюда приходили, да, все прекрасно, давайте, значит, вот количество там, значит, вашей продукции, все замечательно, все прекрасно, замечательно. В 2018 году минимально сократили наш ассортимент продукции. Наши потребители нам говорят, вы все пишете про какие-то новинки, интересные вкусы и все остальное. А где это можно купить? Вот мы ходим в такой-то магазин, да, не местный, скажем так, а там этого нет. Когда мы приводим эти доводы с сетям, они говорят, ну, вы знаете, он, наверное, продаваться не будет. Вы где-то там потренируетесь, да, вы нам покажите цифры, то есть им неинтересен местный продукт. Поэтому, знаете, чудес не бывает. Если в 3 раза сократилось, значит, потребление в городе Кирове, а в области оно сохранилось, ну, наверное, проблема ни в потребителе, ни в ценах. Наверное, проблема в сетях. Вот эту проблему в сетях как раз, я знаю, Юрий Геннадьевич, вы обсуждали в торгово-промышленной палате. Я подчеркну, в федеральных сетях. Да, в федеральных сетях торгово-промышленной палате и хотели отследить динамику изменения продаж местного продукта, вот начиная с 2011 года, когда активно стали сети сюда заходить. Ну, Светлана, может быть, я немножко хотел бы остановиться, первоначально ответить Олегу, какое отношение, допустим, у меня к программе «Покупая Вятская». У меня, вот я честно скажу, двойственное отношение. Ну, во-первых, положительно то, что вот в 2013 году, когда эта программа началась, это была в том числе активная поддержка стороны правительства Кировской области. И было это хорошо, то, что правительство, хоть с некоторым запозданием, но отреагировало на проблемы, которые обозначили хозяйство и субъекты, в том числе и вот у нас неоднократно были встречи в торгово-промышленной палате. Видите, ситуация такова, что когда сети у нас пришли в 2009 году, первые сети, по-моему, магазин «Магнит», по-моему, открылся на строителей, да, если не брать метро, а то вот они открыли. По-моему, пятерочка все же первая была. А пятерочка была, да. Ну, вот, спасибо, Андрей. А потом в 2010 году пошло массирование, так вот, мы тогда посмотрели динамику развития нашей промышленности по итогам 2011 года, и мы обнаружили очень серьезную картинку. У нас произошло падение производства молочных продуктов, и особенно большое падение было по маслу, было большое падение по майонезу, по минеральным водам и так далее. Это был результат прихода федеральных сетей, это был момент, видно, что продукция наших товаропроизводителей не доходила до потребителя, сети ставили припомны, да. И поэтому, действительно, вот, то, что правительство сделало этот шаг, это хорошо. Вот, там в рамках программы Олег обозначил была реклама и так далее, ну, там были определенные шаги, связанные с поддержкой деятельности по организации выставок в других регионах, это тоже очень положительно. Ну, вот, почему двойственное впечатление, видите, возникает вопрос в том, что покупая Вятская, да, ну, вот, я, например, как-то сложно очень отношусь вообще-то к тому, что покупая Нижегородская, покупая Пермская и прочее-прочее, ну, в России это единое экономическое пространство, это первое. Второе, там вот как-то искусственно культировать такие чувства, как самолюбование и так далее, вот я как-то сложно отношусь, да, это первое. Второе, видите, по-крупному говоря, сам тезис покупая Вятского, он не совсем точно отвечал на вызовы ситуации, ведь тогда не было упадка интереса у кировских потребителей к вятским товарам, их не нужно было агитировать за покупая Вятская, они не имели возможности купить в том объеме, потому что сети, ассортимент резкость, как и некоторых, не допустили на полке, и бороться нужно было не за повышение лояльности потребителя, а нужно было бороться за справедливое отношение сетей, взаимодействие и с покупателем, и с производителями. А ведь тогда происходили, вот мы проводили встречи, опросы с нашими производителями, картинки были весьма и весьма своеобразны. Вот, например, не буду я называть предприятие, да, но вот с одним предприятием разговариваем о том, как у него осуществляется вхождение в сети. Он говорит, ну вот у меня взяли там, они занимались разливой воды, взяли два вида воды, ну он говорит, я им их предлагаю, а вот у меня еще есть вот любимый кировчанами колокольчик, есть любимый там дюшес, качественный продукт, вот стоит он 7 рублей, мы вам отдадим бутылку, вы сделаете 100% наценкой, будет 15 рублей, да. А у вас сейчас в сетях представлена вода аналогичного качества, но из другого региона, она стоит 35, то есть вы сделаете добро кировчанам, будете продавать дешевле, 35 сетей сказал, это нам не интересно. То есть здесь индикатор отношения к покупателю, да, сети говорят, мы будем продавать то, что нам выгодно, и вы будете покупать то, что нам выгодно. К сожалению, вот тот период, это философия присутствовала. Второй момент присутствия важный, это вот, например, были большие коллизии по маслу. Когда наши приходили, предлагали поставить свое масло, то в сети говорили, вот цена входа должна быть такая. Наши производители говорили, ну вы сами посчитайте, закупочная цена молока такой-то, выход такой-то, масло не может стоить по такой-то цене, да. Они говорят, это ваши проблемы. Да, добавляйте пальмовые. Другие укладываются, да. То есть еще можно привести много таких своеобразных картинок, которые свидетельствуют о том, что действительно была выражена дискриминация допуска наших предприятий, да. Мы в этот период проводили социологическое исследование. Кстати, этот период совпал тем, что магазины федеральных сетей пикетировались, было выставлено несколько пикетов. Тогда собирались подписи среди жителей города Киров за то, чтобы расширить количество товаров. Мы проводили исследование, и лояльность к нашим продуктам была очень высокая в 2011 году. И отмечали все, что продуктов на полках федеральных сетей присутствует мало. Поэтому вот я к тому говорю о том, что нужно было бороться за справедливость. И в данном случае, наверное, от правительства мы ждали эффективных шагов по взаимодействию. Опять же, может быть, вы скажете, это мой конек, но это вопрос эффективного взаимодействия с правоохранительными контрольно-надзорными ведомствами. Почему? Потому что в тот период многие отмечали наличие некачественной продукции на полках федеральных сетей, которая, по сути дела, своими демпингами вытесняла наши качественные продукты. Поэтому вот почему мне немножко двойственно нужно было сделать. Безусловно, вопрос о поддержке местных товаров и производящих, он, безусловно, важен. Его действительно необходимо, нужно ввести. Наверное, нюансов, связанных с тем, какой методикой пользоваться, наверное, много. Сегодня существуют предложения, мы сейчас тоже формируем наши предложения. Но вот еще, так сказать, ремарочку я отмечу, о том, что вот Илья здесь коснулся по структуре реализации акционерного общего вечера. Мы тоже вот сейчас проводим исследования, и вам тоже направлять запрос показать, что же произошло с 2011 по 2018 год. Но вот мы тоже отмечаем момент, что у многих предприятий существенно выросла доля реализации за пределы региона. Да, потому что от безысходности, чувствуя, что происходят проблемы с равноправным допуском на полке, вынуждены были пойти. Да, не было бы несчастья, вот как бы вот это помогло. Поэтому вопрос связан с тем, что наряду ведение активного диалога с сетями по допуску равноправного на полке и вопрос связан с оказать помощь предприятиям в его реализации продуктов, в том числе и за пределы региона, тоже, наверное, безусловно, задача органов исполнительной власти. Прервемся на полминуты и продолжим разговор с нашими гостями. Илья Курагин, Андрей Березин, Юрий Исупов, Светлана Занько и Олег Прохоренко здесь в студии. И оценка программы «Покупай Авиатская» Андрея Березина. Ну, если мы вернемся в тот период, когда работала эта программа и поговорим о ее эффективности, то, наверное, большей степенью ее эффективность была за счет определенных субсидий из областного, в том числе, бюджета для малоимущих на именно продукты местного производства. Давай деньги, это всегда эффективно. Ну, это действительно так, только их нет, этих денег. Плюс сейчас немножко законодательство поменялось, я уверен, что, наверное, не так просто будет вновь с точки зрения антимонопольного законодательства вот такие инструменты использовать. Если брать ее маркетинговую какую-то составляющую, то я более чем уверен, что маркетингом должны заниматься сами производители. Они сами скажут, чем хороший продукт, почему он местный и так далее. Наверное, вот единственное, что вопрос, почему «Покупай Авиатской», вот на него не было ответа в то время, а вопрос-то на самом деле очень простой. Почему «Покупай Авиатская»? И тут вопрос, наверное, не о том, что нужно возобновить какую-то программу и все вместе дымку клеить на продукты и говорить, что покупай, будь патриотом. Тут в целом я более чем уверен, что нужна политика правительства области в рамках развития местного производства продуктов питания. Потому что это же очевидно. Развивается местное производство, увеличивается налогооблагаемая база. Создаются качественные рабочие места. Местные производители зарабатывают эти деньги, как правило, остаются здесь же, на территории Кировской области. И инвестируются в новое производство, в какие-то иные. Развивается качество продуктов, увеличивается технологичность процесса. И тут же очевидно, что это часть большой работы, в том числе и правительство области, тех ведомств, министерства отвечают за экономику Кировской области. И производителям, в принципе, там много не нужно. Им не нужно, чтобы их брали за ручку, куда-то водили, чтобы за них все сражались и бились. Дайте им возможность показать свой продукт, дать возможность потребителю его купить. Просто дайте возможность этому продукту появиться на полке. И вот дальше уже, когда этот продукт появляется на полке, начинается настоящая конкуренция. Где вопрос уже цены, качества и маркетинга. И вот тогда уже винить будет некого, что нас тут прижали, там прижали, тут мы правы, тут мы неправы. Это будет честная конкуренция, продукт будет на полке, местный продукт будет рядом с продуктом из других регионов. И покупатель сам выберет то, что он захочет. По качеству, по цене и по своим каким-то предпочтениям. Но, к сожалению, сейчас во многих сферах, во многих торговых, ну, продовольственных группах этого нет. Многие местные товары производителей попасть на полки федеральных сетей не могут. Доля федеральных сетей растет очень так быстрыми шагами. К чему это приведет? Ну, наверное, очевидно. То есть, вот это ограничение, о котором говорилось в 2017 году, оно никак, ну, никаким образом учтено не было. Ограничение какое? Присутствие на локальном рынке федеральных сетей. Доли присутствия. Ну, доля, во-первых, достаточно большая, там, 30%, по-моему, да? 25? 25. Нет, это одной сети. Одной сети. То есть, 30 сетей, это уже 75. То, что говорил президент, там, не более 50% и все, магазины открывать нельзя. Но, на самом деле, ФАС, я не помню, в развороте на бизнес был ФАС. Да, да, да. Говорил как раз, что есть районы, и их немало в Кировской области, где доля уже превысила 50%. Ну, Вамутнингс тот же, например, если взять. Ну, опять же, каждая территория уникальна. Есть какие-то отдаленные территории. У нас страна большая очень, и есть там малонаселенные территории, где живет, может быть, там, тысяча человек, там, два магазина открылась, вот тебе и доля, там, 50%. Понятно, что у нас она уникальная в какой-то степени. Ну, и рано или поздно эта доля будет везде превышена всеми, там, и, наверное, внесут изменения в законодательство, сделают, там, на 5% больше, потом на 10% больше. Потому что все идет к тому. Я не говорю сейчас про торговлю, я не говорю про местные, там, торговые сети. Понятно, что они изначально, ну, не в равных условиях находятся, и там, где они не могут конкурировать, там, одним, они пытаются конкурировать другим, там, сервисом, каким-то допуслугами, ассортиментом, чем-то еще. Но мы говорим сейчас именно про производителей, то, на чем держится экономика, то, на чем держится именно экономика Кировской области, потому что у нас хорошие производители, у нас прекрасная, там, молочка, там, ну, будем говорить про алкоголь, алкоголь рекламировать неправильно, но у нас есть и другие классные группы. Но он лучший. Да, у нас есть и другие шикарные, там, группы, и люди готовы покупать этот продукт, они и будут покупать этот продукт. Спасет ли в этом случае программа, условно, программа открытия возврата нестационарных торговых точек? Я очень просто отвечу. Если местного продукта не будет на полках федеральных сетей, то рано или поздно эти предприятия закроются. Это очень просто и понятно. Вопрос, как сделать так, чтобы он там появился. Тут определенная должна быть воля и определенная политика власти. Внутренней, региональной власти. Конечно, это в первую очередь касается нас всех. А вот хотелось бы сейчас у Ильи Курагина спросить, а вы видите эту волю у нынешней власти? Это провокационный вопрос. Конечно. А ну как? Вы взаимодействуете по бизнесу, вы об этом открыто говорите, вы заявляете об этом в торгово-промышленной палате, в общественной, на различных комиссиях, сборах и так далее. Давайте, тем более, что с чем сравнивать. Вы говорите об этом открыто. Давайте я разверну вопрос по-другому. Так, пожалуйста. Значит, смотрите. Перейдем к такой небольшой конкретике. Говорится, нам скрывать нечего. Есть у нас года три уже, наверное, четыре появилась на территории сеть алкомаркетов прекрасная, которую все любят. Я не говорю это про сеть Бристоль. Значит, вот мы с прихода этой сети написали туда порядка 450 писем в сети именно, да, предложений по вопросу вообще рассмотрения реализации нашей продукции. Сколько, вы думаете, мы получили ответов? Ноль. Дальше, соответственно. Мы пишем в различные ведомства. Сейчас мы уже даже пишем в Министерство промышленной торговли, значит, Российской Федерации. Оттуда, кстати, получили недавно ответ, да. То есть пишем везде. Мы не просим там нас, как у вас. Вообще, немножко неправильная тема, лоббирование, протоксионализм. Мы не просим лоббировать нас. Мы просто просим организовать встречу. Потому что, когда мы звоним в эту сеть, да, там никто не берет трубки. Когда мы пишем письма, там никто не отвечает. Это никому не интересно. Это правильный подход, как вы считаете? И какая это воля? Воля кого? В правительство Кировской области писали письма? Регулярно. Каждую неделю. И сейчас? До сих пор. Есть ответы? Нет. Ну, в смысле, какие-то ответы приходят, но четкого ответа о том, что да или нет, мы не получили. И дело здесь не в правительстве Кировской области. Здесь дело в том, что сеть сама по себе ведет себя некорректно на территории. Ведь есть же, условно говоря, и решение судов. Есть касательно того, что они неправомерной деятельностью занимаются. То есть, насколько я понимаю, было решение суда касательно того, что нарушение санитарных норм. Ну и что сделала сеть? Она поменяла ее лицо буквально за одни сутки и все. И магазин даже не закрывался. Вот если мы говорим про какую-то конкретику, да, вот перейти на такую проблематику. Да, есть в Кировской области сейчас сеть, которая ведет просто здесь, скажем так, ну, такую явно политику направленную на, скажем так, отсутствие в ней местных товаропроизводителей. Назовите хоть один местный товаропроизводитель, который присутствует в этой сети сейчас. Хоть один. Я туда не хожу, честно. Вы туда не ходите, а люди ходят. Там нету ни одного местного товаропроизводителя. А цель-то тогда присутствия здесь какая? Как при этом я не чувствую себя спокойно, вольготно, хотя практически каждый их объект не отвечает законодательству федеральному. По разным причинам. Да, они открываются. Где-то санитарные зоны, где-то эвакуации, где-то пожарные. Да, поэтому это как вот один из примеров, как себя ведут федеральные сети, да. Что будет дальше? Ну, то есть, правильно, значит, Андрей Олегович сказал, что если, грубо говоря, не будет нас на полок, да, федеральных сетей, ну, ждите, там, через 5-10 лет производство закроется. Дальше к чему это приведет? Закроется производство, не будет рабочих мест. Ведь есть производство не только в городе Кирове, есть производство и в районах области. Там, извините, это более чувствительно, да. Ведь всегда... Потому что им на межрегиональный рынок вообще выйти сложно. Абсолютно. И надо понимать, какую ситуацию, что продукты, питание – это товары первой необходимости, да. То есть, мы не говорим там про инновационное производство, еще что-то, о чем, как говорится. Мы говорим про товары первой необходимости. То есть, там цикл гораздо быстрее, да. То есть, работает производство, выплачивается зарплата, то есть, все гораздо быстрее, значит, динамичнее. Точно так же и динамично происходит и сворачивание. То есть, закрывается, значит, производство, теряются рабочие места, территория пустеет, да. Смотрите, какая интересная история. Когда мы разговаривали с Ренатом Акчуриным, председателем пивоваренной ассоциации Татарстана в первом часе, он сказал, и это вызвало у меня улыбку, тоже, как вот у Олега сейчас, что мы обратились к сетям в прошлом году с рекомендацией установить минимальную розничную цену, и они прислушались практически все, кроме вот каких-то мелких там магазинов. Мы обратились с рекомендацией, видно, по всем статьям, мы видим, по пресс-релизам, при поддержке правительства Татарстана первые лица поддерживали вот эту программу, и сети прислушивались, да. Мы все действуем в одном законодательном поле, во всей Российской Федерации. Но вот там обратились, и они прислушались. А что мешает такое обращение сделать правительству Кировской области совместно с Торгово-промышленной палатой? Будет очень интересный эксперимент. И посмотреть, прислушаются ли сети? Это вопрос. Юрий Геннадьевич, да. Давайте обратимся, что нам мешает. Я, безусловно, с вами согласен, что необходимо всем органам власти предпринимать мер и по поддержке и корректной защите местных товаропроизводителей, и обеспечению добросовестной конкуренции. Но при этом я хотел бы, опять же, вернуться к той теме, которую третий раз упоминаю, это эффективность деятельности контрольно-дозорных предпринимателей. Нет, 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 ответьте на мой вопрос, Юрий Геннадьевич, что мешает нам обратиться правительству и того, конечно, пара. И в данном случае мы вышли с предложением и в Министерство сельского хозяйства о том, чтобы это было не просто сухое обращение. Давайте проведем хорошую закупочную конференцию местных товаропроизводителей для всех сетей, и местных, и региональных. Я думаю, Андрей, вы, наверное, тоже поддержите это предложение о том, чтобы это... Почему только сельхозпроизводителей? Вот есть не сельхозпроизводители. У нас теперь есть новый... Скажем, производство пищевой продукции. У нас теперь есть новый руководитель правительства Кировской области. Все, он уже утвержден. Правительство. Ну, вот он будет, вот на днях он будет. Человек, который отвечает за все практически. И в том числе за развитие малого и среднего бизнеса, и за продукты, и за алкоголь, за все абсолютно. Ну, при чем тут вот как бы сельское хозяйство? Давайте обратимся прямо к новому председателю правительства Кировской области. Вот с этим там проведем на этом уровне круглый стол. И поймем, они теперь вырабатывают, как вы знаете, прямо сейчас в апреле должна быть сдана новая стратегия социально-экономического развития региона. Вот что туда заложено в эту стратегию? Туда заложены требования и чаяния логичные местных производителей, малого, среднего, любого, большого, крупного бизнеса. Там вот эта составляющая есть. Вы видели эту стратегию? К сожалению, по крайней мере. Вы видели, коллеги? Никто не видел. Ни бизнес, ни торгово-промышленная палата. Значит, покажут. Ни общественная, ни журналисты. Там она разрабатывается. В апреле ее должны показать. Вот давайте ее представят. В чем стратегия до 2000, если я не ошибаюсь, 35-го года. Вот в апреле ее представят Юрий Геннадьевич и коллеги. И почему бы нам не собрать этот круглый стол? Хорошо, давайте обязательно. Вот и эти вопросы, в том числе, ну, внимательно сначала ее почитаем, конечно. Видите, я скажу словами, Владимира Владимировича, нет времени для раскачки. Не надо ждать апреля, надо уже сейчас этот вопрос решать. Свет, а кроме представителей федеральных торговых сетей, это ведь туда не придут. Представители торговых... Ну, подожди, сначала давайте мы соберемся, а потом посмотрим на представителей торговых сетей. Мы можем все, что угодно планировать, но есть крупные игроки на этом рынке, без участия которых... Олег, дело вот в чем. Подпойми, пожалуйста, мою мысль. Дело вот в чем. Мы вот здесь собравшиеся не знаем, слышат ли эту позицию правительство Кировской области. У них какие мысли по этому поводу. Потому что не мы разрабатываем стратегию, они там разрабатывают. Исходя из каких-то интересов. Я уверен, что те вопросы, которые мы с вами сегодня здесь обсуждаем, в этой стратегии не будут никоим образом обозначены. Прервемся на полторы минуты, у нас реклама. Защищая Вятская, нужно ли для продвижения продуктов местных производителей региональное лобби? Ну, на самом деле, я пока что какого-то мощного регионального лобби не вижу. Чтобы они прям все... К этому вы, я думаю, по крайней мере пришли, исходя из опыта Татарстана. Да, есть лобби разных производителей отдельных всяких, особенно в сельскохозяйственной сфере. Есть серьезные лобби, у них там все хорошо. Они одну ферму большую, другую. Сейчас Пермский край предлагает строить новые фермы. Нет, но фермы производят что? Молоко. Молоко идет повсюду. Я уж не знаю, куда она теперь пойдет, когда еще соседи тоже вот эти миллион тонн молока будут проводить. Вот в этом вопрос-то, да, если она на территории. Ну, давай сейчас как бы не про молоко. Это отдельная тема молока. Все-таки я хочу сказать, коллеги, мы, конечно, про Покупоевятскую у всех разные ощущения были. По моему мнению, безусловно, эта история была направлена на то, чтобы и поддержать местного производителя, и подружиться с ними со стороны руководства Никиты Юрьевича Белых, который тогда пришел. И все-таки какое-то воздействие на сети произвести, потому что и говорили о том, что если люди ножками пойдут голосовать за авиадской сети, возьмутся за голову и что-то разместят. В 2015 году программа закрылась на дворе, 2019 год, и как интересно и как внезапно Татарстан, да, крупнейший цветущий регион, говорит, у нас есть программа Покупай Татарстанская. Пермь. Пермь. У нас есть программа Покупай. Первый год, между прочим, они сдали отчет за первый год, 2018. Хотя я посмотрел там, это похоже чем-то на программу нашей евреатской торгово-промышленной палаты, знак качества, да? Да, но это Покупай Пермская. Торговая марка года. Все-таки Покупай Пермская. Торговая марка года. Коми в 2018 году разработали большую программу Покупай Коми продукт, и у них цель-то очень серьезная. Они хотят что сделать? Увеличить продажу и выручку Коми производителей с 10 миллиардов до 20 через 4 года после запуска программы. Для этого они считают, необходимо повысить долю местных производителей на рынке республики с 30 до 50 процентов и повысить долю реализуемой за пределы региона Коми продукции с 5 до 15. Я разговаривала с торгово-промышленной палатой Коми вчера, у них тоже есть большой скепсис по поводу этой программы, этой правительственной программы, но посмотрите, что правительство Коми сделало. Программу разработала региональная управленческая команда, созданная по поручению главы республики. Она прошла обучение по специальной образовательной программе в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации, там есть такая программа. Обучение было организовано, ну полгода они там обучались, в прошлом году, финальным этапом обучения станет защита программы. В общем, они ее защитили и программу вводят в действие. Не знаю пока, как она там запускается и работает. Я только знаю, что торгово-промышленная палата Коми как раз вот на днях, не помню, в течение двух недель где-то они организуют большую сессию и приглашают туда разные регионы именно с целью продвигать продукты за пределы республики. Вот они как-то на внутренний рынок смотрят скептически, на свой собственный рынок смотрят скептически, а вот организуют как раз встречи для внешнего, поставки внешних продукций. И тут мы в перерыве, когда разговаривали насчет насыщения собственной продукции региона, Андрей Березин, который сегодня жестко так высказывается, очень серьезную такую цифру обозначил. Она, может быть, корректируется, но примерно соотношение вывоза и ввоза продукции такое 1 к 100. То есть на один вывозимый из Кировской области продукт здесь произведен и ввозится 100. Насколько это действительно критично? Насколько это серьезно? И если бы изменилась доля, окей, не 50 на 50, но хотя бы 15 на 85, 30 на 70. Вот просто поставлена задача в стратегии социально-экономического развития Кировской области. Соотношение ввоза и вывоза 30 на 70. Это изменило бы экономическую ситуацию в регионе? Можно прокомментирую? Если мы говорим о протекционизме, о лоббизме, то, наверное, с точки зрения вывода местных производителей за пределы региона инструментов нет. Тут все зависит от самого производителя, от того продукта, который он делает, от тех коммуникаций, которые он создает. Не надо тратить деньги региональные, федеральные на экскурсии, на разные выставки, организовывать вот эти выставки? Производители умеют участвовать в выставках, они участвуют в них регулярно, те, кто хотят выходить за территорию региона. Они могут это делать самостоятельно. Это очень амбициозная задача увеличивать именно вывоз за территорию региона и, наверное, преждевременно говорить о том, что правительство каким-то образом должно в этот процесс сейчас входить. Есть более важная задача, и она реально проще все-таки хотя бы на территории Кировской области каким-то образом эти доли отрегулировать. Ну, хотя бы с ней справиться, а вот тогда можно замахиваться уже на какие-то более амбициозные проекты с точки зрения ввода в Москву, в Питер, в Казань, еще куда-то. А тогда вопрос, Андрей, опять же к тебе обратно. На полках «Глобуса» есть какое-то регламентирование товаров местных производителей и ввозных товаров, или оценивали ли вы это соотношение по всем категориям? У нас доля местных производителей высокая, поэтому у нас не было никогда ситуации, что были какие-то претензии к нам с точки зрения продвижения. Внутренний регламент, да? Есть ли собственный внутренний регламент по соотношению доли? Нет, такого регламента, конечно же, нет. Потому что в каждой группе там разная ситуация. А как тогда так получается, что действительно в магазинах системы «Глобус» очень много представлено внутреннего производителя? И берет как раз «Глобус» ассортимент. Да, если нет такого регламента, взяли бы, сделали бы так же, как федеральные сети. Ну, для нас приоритет это местные товаропроизводители, так было всегда. Это наше конкурентное преимущество. То есть это нигде не прописано. Это в голове. Но это вот те обязательства, которые вы на себя берете. Это не обязательства, это часть нашей стратегии, я бы так сказал. Мы считаем, что это выгодно. А второе, ты сказала о том, что нет смысла вкладываться в продвижение товаров местных производителей на внешние рынки. Нет смысла тратить бюджетные деньги на это. Никакие, ни федеральные, ни региональные. Конечно, производители сами должны это и умеют это делать. Олег, вот федеральные амбиции производителя, это не так просто. То есть что такое федеральные амбиции? Если ты хочешь стать действительно федеральным игроком и поставлять свою продукцию в другие регионы, это совершенно другой уже вообще подход к бизнесу. Илья уверен, может более подробно рассказать об этом. Это уже другой уровень маркетинга. Это другой уровень вообще, как выглядит твой продукт. Это уже привлечение компаний, разработчиков, российских крупнейших и так далее. Это серьезные инвестиции. Если производитель считает, что его продукт достоин выхода за пределы региона, и что он должен эту стратегию, скажем так, включать для себя, он должен самостоятельно понимать и риски, и затраты в первую очередь на это. Федеральными деньгами вывести продукт, который не соответствует федеральному уровню, ничего не даст. Он должен выглядеть по-федеральному, он должен иметь качество федеральное и цену федеральную, что очень важно. Поэтому в данном случае это очень амбициозно, этим, безусловно, в перспективе нужно заниматься. Но этим не надо заниматься, пока не решены вопросы более простые на территории Кировской области. То есть это по большому счету человек с велосипеда, минуя автомобиль, пересел сразу на самолет и полетел. Ну вот такой пример, наверное. Надо решить то, что у нас сегодня важно здесь и сейчас. И потом делать следующий шаг, а не бросаться на какую-то там великую цель и там ничего не сделать, и тут ничего не сделать. И остаться ни с чем, мне так кажется. Но все так или иначе сводится к месту на полке. Место на полке – это возможность попасть в конкурентное поле. Дальше цена, качество, маркетинг. Да, производитель продукцию сделает сам. Тогда вот федеральная сеть… Еще раз, место на полке и честная цена. Федеральная сеть, мы все время упоминаем, что это такое зло. Но ведь с приходом появились распредцентры, и некоторые местные производители благодаря этим распредцентрам уходят в соседние регионы. Выходят на полках. Или у меня заблуждение. Так, Илья, две минуты. Илья Николаевич тут так… Ну, за всех не могу говорить. Местные распредцентры никак на это не влияют. То есть они работают на один регион. Илья Николаевич, поставляет, например, для нас продукцию на распредцентр в Нижний Новгород, дает нам возможность охватывать другие регионы. А здесь не сильно не повлияло. Насколько я знаю, РЦ построили вообще не для нас, а для того, чтобы была проще перевалка в республику Коми. Ну, начнем с этого, да? Вопрос? У нас остается две минуты до завершения эфира. И мы обычно по традиции тоже даем каждому эксперту сделать некий заключительный вывод. Традиционно Олег задает вопрос. Ну, у нас вопрос в программу был, нужно ли для продвижения продуктов местных производителей региональное лобби. Собственно, ну, просто подвести итог, баланс программы, да, и еще раз сказать, в каком ключе, в каком плане это лобби должно быть. Ну, кто ответственен, да, Олег Андрей? Я готов коротко ответить на этот вопрос, ну, подытожить все, что было сказано лично мной. Программы типа покупая вятская с точки зрения маркетинговых инструментов, выставок, там, каких-то там пиар тем не работают абсолютно. Мое мнение, что единственный инструмент поддержки местных товаров производителей – выбивать, помогать им выбивать место на полке. А дальше они сами сделают все так, как надо, потому что продукт местный качественный, он достойный, он попадает в ценовой диапазон, в конкурентный. Илья? Значит, коротко, значит, подводя итог, совершенно согласен с Андреем, что не будет места на полке, соответственно, можно про все остальное забывать. И момент какой, все-таки я представляю, скажем так, специфичную продукцию, да, и, соответственно, наша продукция на 60% себестоимости состоит из акциза, и которая 100% встается в бюджете Кировской области, я подчеркну, это очень важно, да. Соответственно, прямая заинтересованность в том, чтобы бюджет наполнялся, это, соответственно, ну, предоставление возможности нам, не каких-то лоббирований, протекционирований, а просто возможностей быть доступным для потребителей. То есть место на полке, все. И будет полный бюджет тогда. Ну, безусловно, присоединяясь ко многому, что сказано моими коллегами, ну, единственное, может быть, не совсем согласен с Андреем о том, что не нужно заниматься продвижением в другие регионы. В данном случае я имею в виду, что продвижение – это не обязательно выход на уровень федерального оборота, это, может, и другой, более локальный формат, как, например, многие работают в Республике Коми, и где у нас есть еще достаточно большое поле для работы, и где необходима помощь, да, вот я эту ситуацию имел в виду. Второе – безусловно, необходимо координировать работу, которая касается продолжения и наращивания активного диалога с сетями, и с точки зрения, в том числе, формирования общественного мнения, побуждающего их к расширению продукции наших товаропроизводителей. Ну, и третье – в данном случае все равно, наверное, работа по укреплению лояльности к нашим местным продуктам должна быть. Вот, может быть, в качестве обсуждения к коллегам, вот, допустим, иногда у нас тут брудит мысль в торгово-промышленном палате, может быть, имело бы смысл сделать какой-то такой своеобразный даже общегородской праздник, типа Вятского застолья, на котором бы были представлены все наши известные бренды, которые стали бы традиционными, ежегодными, это в качестве предложения. Спасибо, Илья Курагин, Андрей Березин, Юрий Исупов. Это была программа «Разворот на бизнес. Защищай местное». Олег Прохоренко и Светлана Занько. До свидания. Всего доброго. До свидания.